Пусть наш небесный, как святится имя Твоё, Господь Твоё, Царство и Твоя воля, Бог на земле, как на небе. Пусть наш небесный, как святится имя Твоё, Господь Твоё, Царство и Твоя воля, Бог на земле, как на небе. Будем начинать наш служить. Слава Господу, что даёт возможность нам на временном собраться, ибо мы не нарушаем, я думаю, заповедь. Господь говорит, не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычаях. Также в притчах Господь напоминает нам такие слова, «Хранящий заповедь хранит душу свою, о нерадящих путях своих погибнуть». В древней греческой лихаурке существует такая история, легенда о том, что царь Игей послал своего сына Танзея на остров Крит, на котором существовал лабиринт, в котором находилось чудовище Минотавр, Минотавр, которым приносили жертвы. И вот, чтобы не приносить жертвы, этот Танзей должен был убить этого Минотавра. И по повелению царя Критского Миноса он пошёл исполнить это поручение. Он убил этого Минотавра. И когда вышел оттуда, он вышел с помощью кубка ниток, который дала дочь царя Миноса. И таким образом он одержал победу. И возвращаясь домой, на родину, отец его, Игей, повелел поменять флаг, вместо чёрного повесить в белую. Но он забыл исполнить это. И когда приближался корабль к берегу, отец увидел, что... Значит, сын погиб, раз не поменялся флаг. И бросился с крутого берега в море и погиб. И по имени его до сих пор это название Игейское море существует. Помните, в Ветхом Завете Саул должен был уничтожить царя Амалика и всё, что у него есть. Но послушал голоса народа, отобрал себе лучших животных для того, чтобы принести жертву Богу. Но когда пришёл пророк Самуил и спрашивал его, всё ли ты из Бога? Он говорит, да. А мне Господь открыл, что ты ослушался Слова Его и потому Господь отверг тебя твоего царства. И как и в притче твоего этого... В первое царство читаем такие слова. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что и долпоклонство. За то, что ты отверг Слова Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царём. Дорогие друзья, нужно очень серьёзно относиться к тому, что повелевает нам Господь. И тогда нам будет благо и хорошо. Помолимся. Дорогой Господь, слава тебе, что во имя Твое мы в нас собраны. Здесь, на этом месте, где должно светиться и прославляться имя Твое. Даруй нам, Господи, покорными Тебе во всём, исполняя Слово и Более Твое. И мы, Господи, решили для того, чтобы прославить Тебя. Об этом, Богеславие, предстоящие служения. Даруй нам, Господи, прославив вновь и вновь Тебя нашими устами, нашей душой, чтобы в действительности наше гордение радовало Тебя, чтобы, Господи, на всяком месте, где, разглашаяся имя Твое, оно прославлялось. И ныне прославься через наш, Бог, Отец и Господи. Аминь. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, будем петь общим пением. И мы знаем, что Слово Божие говорит, где двое или трое собраны, Христос говорит, во имя Мое, там что происходит? Там я среди вас, говорит, нахожусь. И мы верим в это обетование. И вот здесь, давайте совместно объединимся в пении Ему. Здесь, О, Он здесь, хочет встречи Он с Тобой. О, Он здесь, пред Тобою, мой Господь, преклоняются сердца. Знаю всем, могущий Бог, что Ты здесь. Он здесь. Пред Тобою, мой Господь, преклоняются сердца. Знаю всем, могущий Бог, что Ты здесь. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Хочет встречи Он с Тобой. Он здесь. Хочет встречи Он с Тобой. Хочет встречи Он с Тобой. Хочет встречи Он с Тобой. Хочет встречи Он с Тобой, Хочет встречи Он с Тобой. чтобы дать душе покой. Двери сердца для Иисуса Хочет встречи Он с Тобой. Хочет встречи Он с Тобой. Хочет встречи Он с Тобой, Хочет встречи Он с Тобой. Хочет встречи Он с Тобой. Я думаю, у каждого из нас есть молитва. И давайте мы сейчас этой молитвой, отче наш, в пении прославим Господа и объединимся, поклонимся и еще раз осмысленно помолимся. О, наше детство небеса, ты, миленье мое, да слава в славных чудесах, стратится имя век твое, все душны, все могушь, ты, мельщик, пред тобою все. Все видишь, ты, Иисус, да видит царствие твое, ты, мудрость, и ты, Боже, Бог, и счастье, креста моя, Пусть святей детский лури, Бог, да будет воля век твоя, ты, милосердный, скаленный, оставь долги ты нашей нам, Капель и злобу позовы, прощаем мы с твоим врагам, Твои все темные дела, твое битцанство властели, Тебе и слава и хвала во веки вечные, аминь. Тебе и слава и хвала во веки вечные, аминь. Господь, хвала Тебя за то, что Ты наш Бог, Господь, за то, что Ты всемогущий Бог, за то, что мы можем славить Тебя, Господь. Прошу Тебя сейчас, открывай наше сердце, аминь. 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 Сейчас слово в начале нашего изобрания. Мир вам, братья и сестры. Мир вам, братья и сестры. Мир вам, братья и сестры. Есть одно такое замечательное место в Библии, записано первое послание Тимофею, 6 главе, 6 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Godliness with contentment is great gain. В пятницу, в субботу я видел очень интересные вещи. Мой коллега, ему уже за 60, и он очень антисипейт, он очень ждал вот этой батареи, что сейчас проходит. И для него это большое, большое дело. То есть, он этим, видно, он работает целый день и все мечтает, мечтает, как он нам, ну, что он потенциал свой. И в субботу тоже, я так зашел на заправку заправиться, стою в очереди, как бы, то, что Андрей говорил, расплачиваться наличными, я редко это делаю. Он все-таки попросил, ну, решил это сделать. И спереди меня тоже человек, тоже там, он видно, в его глазах видно, что он, вся жизнь, как бы, он покупает эти билеты и все, как бы, бушует. Сзади меня бабушка, 92 года, женщина, она, ей трудно уже стоять, потому что она, ну, стоит в очереди и просто попросила, чтобы подойти ближе, там, к counter, упереться. Но все-таки она тоже, как бы, это, как бы, в авторник, никто не получил в пятницу, потому как бы, в авторник по-новому будет. Это уже деньги там копятся с несколько месяцев. И, ну, просто видно, что люди не понимают, их жизнь проходит, а они живут как-то пустыми какими-то идеями. И это просто очень-очень жалко, что, слава Богу, что у нас есть Господь, что нам этого не нужно. У нас уже есть приобретение, и, ну, даже если вот эти люди иметь деньги, что-то, это временно, потому что большинство из них теряют очень быстро, за пять лет, даже третья делает даже банкрот. И это просто, жалко просто смотреть этих людей, как они живут без Бога. Но что, что нам говорит Писание? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Что такое благочестие? Что такое гадленность? Как вы думаете? Это формирование Божьего характера в нас. Our desire to see God's character reproduced in us. Формирование Божьего характера, то, что мы принимаем Божий свет, и мы его отражаем, как бы мы делаем, ну, мы растем Бога, мы познаем, мы растем в Боге, познаем Бога, и это формирует наш характер, это и есть благочестие, то, что мы становимся, ну, как написано, будьте свят, как я свят, то есть, наше стремление подавляться Богу, это и есть благочестие. А что такое довольство? Я думаю, это чуть-чуть понятнее слово. Довольство это когда, с христианской точки зрения, довольство, когда мы принимаем Божью волю в нашей жизни. То есть, хорошее, плохое, все, как бы, содействует ко благу, это все, как бы, идет нам на пользу. Это contentment, это есть acceptance of God's will in our lives. И действительно, когда мы так, наше мировоззрение в таком состоянии, тогда мы действительно понимаем смысл жизни, мы понимаем саму суть жизни, и мы ценим нашим временем. А если разглядывать вариант, если у нас есть благочестие, но без довольства. Вы знаете, я знаю таких людей, у которых есть благочестие, но у них нет удовольствия. И это такая просто, тоже как-то, это не, как сказать, это такая праведность, но нету радости. Это праведность без радости. Это тоже очень неправильно, неполноценно. А если посмотреть, довольство без благочестия, есть такие тоже люди, и мы знаем, что это, довольство без благочестия, это очень временное, и оно фейк, оно не настоящее, просто это как, это, ну, это тоже, как бы, человек, который не знает Бога, он радуется чему-то, не настоящему временному. И в Библии мы на братском breakfast проходили недавно учеников Филиппа Нафанаила, и как вот эти люди, они там написаны, когда Филипп приходит к Нафанаилу, он ему говорит, что мы нашли, мы нашли того, чего искали. Вот все люди, мы их, и то, что все люди, все что-то, они что-то ищут. И Филипп, он искал истину, и когда он увидел истину жизни в Иисусе Христе, он не мог стоять на месте, он должен был поделиться с этим, с Нафанавилом, с этой новостью, что он нашел миссию. В американских документах есть очень такой, я думаю, даже наше поколение, оно знакомо, Declaration of Independence, Декларация Независимости Америки, есть такие универсальные там права, как Life, Liberty and Pursuit of Happiness. Это как бы, там, в статье, первая статья, второй права говорится о том, что, как бы, у каждого человека есть права на жизнь, на свободу и на Pursuit of Happiness, на стремление к радости. Это, к сожалению, очень, ну, это неправда. Это, это только так, очень временно, и оно все проходит, как бы, это не есть полноценным, оно очень временно. С библейческой точки зрения, у нас есть жизнь, у нас есть настоящая жизнь, у нас есть тоже liberty, но наша задача, как христиан, это не то, чтобы быть в Pursuit of Happiness, а в Pursuit of Holiness. Потому что это действительно дает, просто стремление к святости, это есть действительно то, чем мы должны заниматься в жизни. Слава Богу за то, что у нас есть приобретение, что у нас есть Иисус Христос, и за то, что мы можем быть благочестивыми и довольными. Давайте пославим Бога молитвами. Господь, хвала Тебя за то, что Ты наш Бог, за то, что Ты даешь нам, Господи, правду, Ты открываешь нам, Господь, истинный путь, Ты даешь нам вид, Господь, что в жизни есть, что есть ценность, а что есть просто пустота и трата времени, Господь. Хвала Тебя за то, что Ты наш Бог. И если у нас спросят, что такое благочестие, как вот Павел очень хорошо объяснил. Как вы это благочестие другому человеку? Вот неверующий человек спросил, а что такое благочестие? Ну только что расшифровали уже, я не знаю, так хорошо. Павел, повтори. Ну формирование Божьего характера в нас. То есть формирование, быть похожим на Бога. Вообще дословно, да, благочестие это набожность. Русское такое слово, если перевод, набожность, да, благочестие. То есть быть похожим на Христа. И второе что? Благочестие что? Довольно. И как там, одно без одного может быть или надо вместе, чтобы было? Спасибо, брат, такое хорошее напоминание. Сейчас у нас стих расскажет нам, дорогая сестра Ирина. И потом, Иосиф, у тебя трения есть сегодня? Нет? А то мы так ждали. Паша, спасибо за вот такое четкое определение. Я думала, что мне сказать перед тем, как стихотворение рассказать. И очень правильно, очень правильно прозвучало. И как в подтверждение этих слов, стихотворение называется «Садовник». Иоанна 15 глава 2 стих написано. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Если б дерево умело говорить, точно бы кричало и стонало. Как его ломать или пилить, сердце бы от вопля замирало. Без сомнения, властная рука с хрустом режет острым инструментом. Как бы ветка не была крепка, как бы больно не было при этом. Без плода? Ну что ж, ее долой. Значит, по делам. Но вот постойте, только проследите за рукой ветку плодородную. Сокройте ей под нож. Зачем же попадать? «Точно ли садовник знает дело, веточку с плодами обрезать? Где же разница между второй и первой?» Отвечал садовник. «Инструмент, что держу в руках я, очень важен. Для кого-то он на все ответ. Для кого-то страшен и опасен. Ветвь, не приносящую плода, обрезают, чтобы не мешало. Для чего ей солнце и вода? Для чего росла и расцветала? Ветку, приносящую мне плод, режу от излишков, избавляя. Пожалею, ветка пропадет и не даст двойного урожая. Пусть сейчас я причиню ей боль, это часть моей святой заботы. Эта боль сыграет свою роль, будет плод сочнее через годы. Если бы дерево умело говорить, нам бы рассказала очень много. Думаю, не стала бы вопить и не обвиняла бы святого». Иоанна 15 глава, 6 стих написано. «Но кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Аминь. Что для этого нужно? Надо открыть свое сердце и впустить в Господа Иисуса Христа свое сердце. Об этом песня. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дипу ДимаTorzok 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 Давид знает, что Господь не оставит его. Я думаю, это прекрасный пример надежды на Бога в этих словах Давида. И я думаю, из этого мы можем точно подчеркнуть вот эту надежду Давида, когда он не сомневается ни в слове своей молитвы, когда он разговаривает с Богом. И знаете, то, что я хотел сказать от себя, у меня небольшое свидетельство, я особо не люблю разговаривать, рассказывать от себя, когда мы разбираемся, а мы и ем. Я вам расскажу о своем друге. У меня есть друг, ее зовут Кейлин. Познакомились мы с ним не так давно. Кейлин никогда не была рядом с Богом. Ее семья никогда не говорила о Боге. То есть, первый раз, когда она встретилась с Богом, когда и я ей рассказал ей, когда начал показывать, когда она начала со мной общаться. У Кейлин булимия. Я не буду рассказывать, что такое булимия, если вы можете найти, пожалуйста. Две недели, две недели, которые сейчас были, две недели я молился за нее, чтобы ей было легче. Две недели прошли для нее с булимией очень просто. То есть, ей не надо было с ней особо бороться, все приходило со мной. Две недели я молился за нее, чтобы она была ближе к Богу, чтобы она приходила, стремилась к Богу, искала Его. Неделю назад ее пригласили петь в церковном хоре. Неделю назад. Вчера Кейлин попросила со мной поехать сегодня в церковь. Мы съездили в First Baptist Church, ей понравилось. Прекрасная церковь. Замечательное служение. На этом свидетельство не заканчивается. Юля вчера отсылала сообщение на счет Евангелия. Я долго молился за свою семью. И вчера Юля отправила сообщение, что если бы мы носили Евангелие, как мы носили с собой с телефоном, я думаю, что наша жизнь поменялась. Моя бабушка прочитала это, разослала всем, но не поняла. Она попросила, Жень, вот телефон, прочитай, объясни мне. Почитала. Говорю, что непонятно. Она говорит, что такое Евангелие? Вы смеетесь? Объяснили ей, что такое Евангелие. Она имела представление, что такое Евангелие. Потом, последующий вопрос. Что такое Библия? Человек был в церкви уже много лет. Что такое Библия, что такое Евангелие, человек еще не знает. То есть, вчера она попросила скачать ей Библию, чтобы она начала учить Библию. Только вчера. То есть, просто хочу напомнить такой хороший стиль из Матвея 7.7, я думаю, многие его знали. «Просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отводят вам». То есть, Бог вас слышит. Не надо, вот, я попросил раз, ну, вот, я вчера попросил, сегодня мне Бог не ответил. Я думаю, никто из моей семьи не пришел. «Просите дальше». То есть, не все одним делом делается. Бог вас слышит, Бог знает, когда вам это дать. Всегда просите. Это так и нужно. Также о маме хотел сказать одно небольшое слово. Я думаю, мама чуть пораньше начала читать Библию. Я ей сказал, показал, тоже установил. Тяжело читать. Вот, она открывает такую вот Библию, ей тяжело читать. Ну, вот, синодальный перевод, ну, не легкий. Правда, не легкий. Скачали ей Библию, поставили новый русский перевод, все пошло. Каждый день на протяжении недели или двух, наверное, она пересказывала мне стих дня. Каждый день она приходила его, пересказывала, и потом просила объяснить. Ну, я думаю, чем-то свидетельство. Если вы молитесь, и Бог вам отвечает, выходите, расскажите об этом. То есть, когда это могло... Но сегодня... Я знаю, я не занимаюсь, извиняюсь. Хотел поговорить насчет того, как Господь изменяет нас. Кто знает, что он изменяется каждый день? Вот. Ну, многие знают. Но, я думаю, мы не так часто это замечаем. У нас... У Андрея много детей, у нас много детей в церкви. Это классно. Но, замечаете ли родители, что дети изменяются каждый день? Вот, каждое изменение. Я не думаю. То есть, мы начинаем замечать, как дети изменяются там. Прошли два месяца, они начали ходить. О, да, мы это заметили. Прошло два месяца, они начали говорить. Ух ты, классно. Мы тоже это заметили. То есть, мы видим, как дети растут. И большие шаги. То есть, мы видим эти большие шаги. Но также дети растут по маленьким шагам. Так же, как и мы растем по маленьким шагам. То есть, когда мы только начали приходить, пришли к Господу. Произошли эти большие шаги. Мы там... Кто-то просил пить. Да, большой шаг. Очень заметно в вашем духовном росте. Кто-то просил курить. Большой шаг в нашем духовном росте. Покаяние, крещение, все это большие шаги, которые мы знаем, как Господь нас изменяет. Но потом начинаются вот эти маленькие, кропотливые шаги, когда Господь начинает нас изменять каждый день. которые, может, мы не замечаем. Но Господь начинает менять и избавлять нас от маленьких грехов день за днем. У кого-то злость. Там Господь показывает, вот у тебя злость, вот у тебя гордыня, вот у тебя обман, то-то, то-то. А тебе это... Вот Господь показывает один грех. И мы начинаем над ним работать, изменять его. Вот каждый день мы падаем, идем дальше, встаем, изменяем насчет... Вот мы только работаем, сфокусируем на этом грехе. Идем, идем. И вот когда мне кажется, все, мы избавились от этого греха. Господь, я чист, у меня нет проблем. Но Господь тут же показывает другой грех. Тут же. Я вам уверяю, не пройдет дня, как Господь покажет вам, если вы избавились от какого-то греха, от этого маленького, противного греха, к которому вы хотели избавиться всю свою жизнь, или сколько там Господь вам показывал, найдется следующий грех, который Господь вам скажет. Вот теперь вот это вот надо изменить. Ты скажешь, Господь, ну я только вот сейчас вот дай мне передохнуть. Нет. Вам нужно дальше идти, дальше улучшаться. Так же, как эти дети, они будут расти, они будут изменяться. Не пройдет и дня, чтобы ребенок не изменился, я вам обещаю. Так же, как и мы будем каждый день расти и изменяться. Доверьтесь ему. Доверьтесь ему. Просто доверьтесь ему. И оставлю вас на такой ноте 2-й коринфянам 5-17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Забудьте старое, то, что было в жизни. Ну, не забудьте. Знаете, что вы это прошли, преодолели. Идите, смотрите на Христа, идите новым путем за новой жизнью. Аминь. 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 Отец Небесный, приходим к Тебе сейчас с благодарностью, Господь, с благодарным сердцем. Хвалим Тебя, великого Бога, Господь, за все наши, все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Изменяешь нас и помогай нам быть как раскаленный металл, Господь, чтобы Тебе было легче с нами работать, чтобы мы не препятствовали Тебе, Господь. Размельчай наше сердце для изменений Твоих, Господь, для того, чтобы мы шли за Тобой, славили Тебя, имели эту новую жизнь в Тебе, Господь. А сейчас мы просим Тебя, Господь, дальше веди это служение Сам, Господь. Открывай наши сердца слушать Слово Твоё, Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Бодрое. И продолжай рассказывать Евангелие, служить Богу. И для нас. Знаете, по-моему, что постарше уже Евангелие мне перестало рассказывать? Нет. И, кстати, в одну другу Эбника неделю назад разговаривал с ней, и она говорит, а папа, мы выходили на Майдан, но не для того, чтобы протестовать, а чтобы рассказывать Евангелие. И они ездят там, не только это, в разные места, в разные поселки. И у них суббота обычно это день, когда они рассказывают Евангелие. И она мне сказала так, я знаю, что в нашей церкви есть люди, которые говорят, Евангелие рассказывать сегодня не надо. Уже, говорит, все знают новые методы, уже надо по-другому это. Говорит, папа, скажи этим людям, что они обманываются. Говорит, если бы ты знал, как люди сегодня слушают Евангелие. Говорит, как Бог работает. Как только, говорит, ты разговариваешь с человеком, как только ты ему начинаешь говорить, а сейчас я расскажу Евангелие. Говорит, папа, что с этими людьми происходит? Они, говорит, просто замирают, и они слушают Евангелие, они хотят слышать его. И, говорит, настолько оно действует. Когда рассказываем, видно, как люди плачут. Кто-то начинает задавать другие вопросы. И, говорит, это такая нужда сегодня рассказывать Евангелие. Так что, слава Богу, что у нас есть братья и сестры, те, которые сегодня рассказывают Евангелие. И там, где мы находимся, вот это и есть наше влияние и задача распространять Евангелие. Хорошую новость, да? Да. Сейчас давайте споем общим пением, у нас в караоке встанем и потом еще. «Молодец» Рассказный Красота Иисуса святились во мне, Чистота и любовь проялись в полне. Друг любви огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Друг любви огня, оживи меня, оживи меня, оживи меня, оживи меня. Друг любви огня, оживи меня, оживи меня. Друг любви огня, оживи меня, оживи меня, оживи меня, оживи меня. Друг любви огня, оживи меня, оживи меня, оживи меня, оживи меня. В моем деле. Без вас не очень,すごい уважен. С удовольствием, пробормотал юноша с горечью, отметив, что его в очередной раз об radiaiiiiis heard me場 assox. план. Хорошо, сказал старец и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым камнем. Возьми коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше и ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты. Скачи же и возвращайся как можно скорее. Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам и тем поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же теряли кольцо всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета это слишком высокая цена за такое кольцо и что за него могут дать разве что медную монету. Но в крайнем случае серебряную. Услышав слово старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил на каз старца ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обаявись и рынок и предложив кольцо доброй сотни людей, юноша вновь отсидал коня и вернулся обратно. Сильно удрученный неудачей он вошел к старцу. Учитель, я не смог выполнить твоего поручения, с грустью сказал он. В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую. А столько это кольцо не стоит. Ты только что произнес очень важные слова, сынок, отозвался старец. Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность. Ну а кто может сделать это лучше, чем настоящий эксперт по драгоценностям? Ювелир. Скочи-ка к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне. Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через луку, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юношу. Передай хозяину, что сейчас я не могу дать ему больше 58 золотых монет, но если он даст мне время, я куплю кольцо за 70, учитывая срочность сделки. 70 монет! Юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад. Садись сюда, сказал старец, выслушав оживленный рассказ молодого человека. И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо, драгоценное и неповторимое. И оценить тебя может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный? Истинную цену каждому человеку знает только тот, кто его сотворил и дал ему жизнь. О том, как Бог относится к каждому из нас, говорит самая мудрая книга – Библия. Спасибо, братья. Что есть человек, что ты помнишь? Хорошая видео, да? Причина. Кто знает цену жизни человека? Каждого из нас. Только Бог. И кто знает лучше смысл нашей жизни и предназначение нашей жизни, да, чем наш Творец. Мы, мне кажется, очень часто уподобляемся вот этим, вот этому молодому человеку. И мы пытаемся понравиться другим. Мы пытаемся быть такие, как все, подражать этому миру, быть похожим на этот мир. И нам кажется, если где-то кто-то о нас плохо сказал, кто-то где-то подумал, мы прямо сразу начинаем переживать, у нас падает настроение, нам ничего в жизни не хочется, мы начинаем скорбеть в наших сердцах, это ж надо, со мной плохо поступили и так далее. Друзья дорогие, но только Бог знает настоящую цену нашей жизни. Только Он знает наше предназначение. И знаете еще что? Он знает только этот отрезок жизни, который Он каждому из нас дал. Согласны вы с вами? Я хотел вместе с вами поговорить именно о времени. Это самое большое, я бы сказал, одно из самых больших богатств, которые есть в нашем распоряжении. молодые люди сегодня ко времени относятся, я уверен, легкомысленно. Им кажется, что человеку, которому 20 лет, ему кажется, что еще все самое лучшее впереди, еще 70 лет где-то жить. Совсем недавно, месяц назад, мы помните, молились за молодого человека, я выставлял в группу, что он болеет раком. Знаете, что произошло? Этот молодой человек был очень молодым, он был верующим, отошел от Христа, перестал. А потом, кстати, у старшего брата была такая же ситуация, он тоже болел раком, он очень такой искренний верующий парень, он болел раком, и дух ему исцелил. Старшего брата, он прошел то же самое, и старший брат, у него замечательная семья, сегодня он живет в Брянске, в церкви служит. Младший брат заболел, молились все, пастырь приходили, беседовали, он каялся, просил у Бога прощения, что да, это все, и очень хорошо, что он покаялся, мы очень рады и верим, что он с Господом сегодня. Но знаете что? В 20, чуть-чуть, он больше там 20 было с чем-то лет. Бог забрал вас. Бог забрал. Один молодой человек, это вот буквально за неделю случилось, в церкви, там где мы ходили, в Брянске называется церковь, церковь благодать, в Сеатле, в Вашингтоне, женились, недавно у них родился маленький ребеночек, семья. Парень очень сильно работал, чтобы семья была счастливая, чтобы было в достатке у жены и у детей, чтобы было лучше. Утром рано, он встал, он встал, пошел умываться или что, упал и умер. Мы знаем здесь, недавно мы сбор, да, собирали в Орландо деньги на семье, Юля как-то говорила об этом. Молодой человек, много работал, много переживал за свою семью, хотел, чтобы они много всего имели в Америке. Недавно они были, его супруга, жена была у нас в гостях, как-то несколько раз, наверное, даже, да, Юля Дубровина ее приглашала, они общались. Он то же самое, пришел вечером с работы, стало плохо, до больницы не довезли. Все мы ладно собирали, то есть деньги вот на похороны, чтобы помочь этой семье. Двух, а неделя нам, две недели назад было. Ну там. Друзья, я не хочу никого устрашивать, но вы поймите, человек, который думает, он проживет 70-90 лет, это не вариант. Дни жизни человека находятся в чьих руках? В Божьих. Только Бог знает о каждом из нас, сколько он отмерил. И самая большая ценность, я возвращаюсь к самому главному, о чем я хотел сегодня поговорить, это время. И апостол Павел пишет, когда в церкви Ефесяна, 5 глава, 15 стих, он говорит и 16 говорит такие слова. Итак, смотрите, поступайте осторожно, «На никак не разумной, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Когда в Библии написано слово «смотрите», это значит восклицательность, но оно внимание, внимание, что это сейчас будет очень-очень важным. Когда Павел доходит до этого момента, он говорил о многом уже здесь. Он говорил о любви, он говорил, что надо ходить в любви, он говорил, что надо вот ходить во свете, он говорил, что надо в Духе Святом находиться, не огорчать Духа Святого, исполняться и так далее. И вот он говорил, 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 и потом он останавливается, И он говорит, и так, и так, это, то есть, знаете, и того, на вроде, то есть, и того, подводим черту, и так, смотрите, смотрите, я вам сейчас говорю, сейчас самое важное, за всем этим. И он говорит, поступайте осторожно. В переводе можно сказать, внимательно смотрите, как ходите. Там, кстати, я не взял телефон, когда написано, там в оригинале стоит, вот смотрите, он в русском языке переведено, смотрите, поступайте осторожно. В оригинале стоит, смотрите внимательно, как ходите. Как вы ходите, как вы поступаете, куда вы наступаете и куда вы идете. Будьте очень внимательны. И дальше он говорит, почему. И дальше, не как неразумный, да, вот он говорит здесь, но как мудрый. Неразумный. Люди, которые не думают, люди, которые, неразумный человек, это бессмысленный, другой перевод неразумный, это глупый, недумающий. Это человек, как правило, неразумный, да, который не думает о смысле жизни, он живет беззаботно и так далее, исходя из этого. А мудрый, это мудрый, это который человек полагается на правильный опыт. Человек мудрый, который постоянно размышляет. И давайте мы вместе с вами немножко порассуждаем, и дальше он говорит, дорожа время. Как мы уже сказали, время это возможность, время это большая ценность. Бог дал нам время для чего-то, друзья, очень-очень важного. Бог не дал нам время просто так, вот смотрите, про этого человека мы смотрели притчу, да. Бог не дал этому человеку время для того, чтобы что? Ходить по базару, чтобы, скажем так, все отправиться, а у него, получается, его везде откидывают. Он вроде хочет в жизни устроиться, он хочет найти друзей, он хочет найти компанию, а у него это не получается. По-нашему, если посмотреть сегодня, человек этот, которым в притче здесь было сказано, это человек неудачник. Согласитесь с этим? Неудачник. Сегодня, кстати, очень много неудачников в жизни людей, которые, в принципе, везде, за что бы они взялись, у них все рушится с рук. Вы знаете, наверное, много таких людей. Люди, за что бы они взялись, у них ничего не получается. И этот человек ищет, ищет, ищет себя. И в конечном счете он больше и больше и больше разочаровывается. И в конечном итоге этот человек, я знаю людей, которые приходили к тому, что они заканчивали свою жизнь не вовремя из-за того, что они разочаровывались. Мы знаем такие истории. Эти люди начинают пользоваться разными наркотиками, алкоголем, еще что-то, чтобы заглушить, может быть, свою боль и так далее. Но смотрите, здесь говорится, то есть, два категории людей. Неразумные, да? И мудрые. А что мы знаем в Библии? Давайте вот вспомним в Библии о неразумных людях. Где какие-то притчи говорятся, и что в Библии говорится о неразумных людях? Вспомните. Люди царствуют. А? В книге царства, на Вале, притчи. На Вале. Очень интересная история. У меня идея была мудрая, а неразумная. Еще что-то новости. А? Притчи часто поднимаются. Притчи, ну, притчи, да, там постоянно мудрые, с разумом и неразумом. Может быть, еще в Новом Завете помните притчи? Какие? Ну, притчи. А? Ромче, громче, я просто. О неразумных и мудрых девах. О девах. Мудрые и неразумные. Мудрые девы, что они, чем они отличались друг по другу? Они же вместе были. Запасливые. Масло. Масло. Мудрые, они думали наперед, ждали в любой момент, да, придет жене. Они разумные. Они думали на вось, да, вдруг пронесет. Так получается? То есть, если мы посмотрим, в Новом Завете тоже очень много есть людей, которые показано, вот проводили это время, скажем так, вот были неразумные. Знаете, очень часто сегодня есть такое, убить время. Бывает такое, да? Бывает такое. И мы пришли на бой, или мы пришли куда-то навстречу. И нам говорят, у вас, я вас, мы вас примем только через один час. Бывает такое часто, да? Или нам сказали, там, перерыв, еще где-то, чтобы закрыто. И говорят, там, час времени. И человек говорит, надо убить время. И человек начинает его убивать. Убивать это время. Так вот, я вам скажу так, человек, который убивает время, если бы он сказал об этом человеку, которому осталось жить, и он знает буквально несколько дней, как бы человек этот, которому осталось несколько дней, ему ответил? Он бы сказал, ты безумец. Ты глупец. Ты просто-напросто не осознаешь, что такое настоящее, какая настоящая ценность времени. Друзья дорогие, время, написано, что за каждое действие, за каждое слово человек даст отчет. Я верю, что однажды мы дадим отчет за время, как мы его тратим. Потому что Бог дал нам возможность, и Он вложил это время каждого из нас определенное количество. И знаете, что? Однажды мы за это время дадим ответ. Из-за этого здесь сказано, смотрите, поступайте осторожно, что делать? Дорожа временем. Временем, оказывается, надо дорожить. И когда мы смотрим, да, кто такие мудрые люди? Мудрые люди это, которые живут на благо, возьму так, на благо общества. Своей профессии, своей работой, все, что они делают, они приносят благо, эти мудрые люди, они приходят, приносят благо обществу. Они приносят благо, скажем так, тому, то место, где они находятся. Если он работает на работе, он работает так, что его работа, она по-особенному, скажем так, отличительна на других людей, которые делают просто так. И интересно смотреть, так получилось несколько недель вот, когда мы ездили на работу, и люди работают. Один человек, христианин, который всегда, как бы ты ни зашел, он все делал, он делает, он работает, он постоянно это. Другой человек, ну, то, что испанец, это не значит, что он плавает, не все испанцы это. Вот. Но интересно, как только он зашел в комнату, он закрывает дверь. И все, и неизвестно, что там это. Что, не закрывать, пускай открыто. Нет, дверь должна быть закрыта. И постоянно, постоянно где-то человек скрывается. Вот человеку надо укрыться, чтобы провести время, как говорят, да, убить там время или что. Какая польза? Кто мы сегодня, братья и сестры? Кто мы сегодня для общества? Кто мы сегодня для своих работодателей, для людей? Как мы проводим время сегодня? Как нас видит человек, который, скажем так, вот Бог, который дал нам это время? Как нас видят люди, которые нас нанимают на работу? Они не видят в нас ответственных людей, которые христиане, которые, скажем так, используют это время на благо. На благо компании, которая нас нанимает. На благо людей, которые нас наняли и так далее. Или они видят в нас поедателей. Поедателей времени, поедателей всего. И, скажем так, не буду дальше об этом. Эти люди мудрые. Они всегда приходят на помощь в своем городе, в своем районе, в своей семье, в своей комьюнити, где они служат. Эти люди мудрые. Они дорожат времени. Они понимают, что у них есть время сегодня. Они не живут завтрашним днем. Они сегодня стараются делать то, что им предлагают. Эти люди всегда, они в центре всего, эти мудрые люди, которые, здесь говорит, дорожащие. Они всегда ищут возможность кому-то и чем-то послужить. Апостол Павел из-за этого и говорит, что нам надо верующим людям мудро относиться к этому времени. Не тратить свое время, друзья дорогие, на то, чтобы понравиться, может быть, этому миру, завоевать какое-то доверие, интерес со стороны тех, которые не ценят. Самая главная наша задача – это понять, что Бог хочет от меня. Какая ценность в Божьих глазах, и что я могу сегодня там, где я нахожусь, какую пользу я могу принести Богу. И без ножения сегодня свидетельство рассказывает. Польза это в том, чтобы людям рассказывать о Христе. А как ты можешь рассказать Евангелие тому? Давайте так. Ты можешь рассказать Евангелие тому, который знает твое подноводное? Ты можешь рассказать Евангелие тому, который слышал час назад или день назад, как ты матом ругался? Он примет от тебя Евангелие? Да нет, противно Евангелие. Он скажет, да ты двухличный человек. Что ты делаешь? Если ты обманул человека сегодня, и завтра ты ему рассказываешь Евангелие, это Евангелие, оно упадет на добрую почву? Нет. Почему? Да потому что вчера я не был мудр. Я не дорожил времени, я не дорожил возможностей. Я смотрел, и напротив меня кто стоял? Кошелек с деньгами. Кошелек с деньгами, с которым мне сейчас что надо сделать? Вытащить и забрать себе. Мне надо заработать любыми путями. А завтра допускай оно, что хоть что угодно. И, друзья дорогие, дорожить временем, это значит думать наперед. Дорожить временем, это мудрость, это, которая просчитывает наперед. Мне нравится шахматист, и вообще ум мышления шахматистов. Я сам, может быть, не сильно играю в шахматы, но вот эта идея сама, она очень правильная. И кто играет в шахматы, я думаю, или играл, он понимает, что перед тем, как сделать какой-то шаг, тебе надо просчитать на сколько, на много путей вперед. Кто такие хорошие шахматисты? Которые могут на удачу поставить фигуру куда-то? Нет. Которые, кто дольше может просчитать, вот у него такой ум, тот и лучше играет в шахматы. Друзья дорогие, мы по-своему, мудрые люди, которые, называя здесь это, мы должны быть в подавляции этим шахматистам. не думать над человеком сегодня. Сегодня эмоции, эмоционально или что-то просчитывать. А как, если Бог сделает так, что я в ситуации буду через неделю, через две, что я к этому человеку приду? Что этот человек мне нужен? Или как, если, скажем так, в этой ситуации, что, как вдруг завтра этот человек заболеет, и ему надо будет помощь, придет ли ко мне он? Вернется ли он ко мне? Увидел, скажем так, мое христианское отношение? Не быть как неразумные, но как мудрые. Потому что мудрые что делают? Тут написано 16 стих. Вот, только мудрым дано делать. Вот 16 стих, чем он там начинает с первого слова? Громче. Дорожа? Временно. Временно. Мудрый человек, он дорожит временно. Мудрый человек, он всегда понимает, что время, это огромное богатство. И куда его вкладывают? Это зависит, мудрый я, или неразумный человек. И последнее, что там, какие слова? Потому что, что? Не лукавые. Не лукавые. Не лукавые. Не лукавые. Не лукавые. Вы согласны с этим? Аминь. Друзья, дорогие, давайте будем уподобляться. Вот я почему это слово хотел бы сказать свое, напомнить его нам всем. У нас праздник жадный на следующее воскресенье, да? Мы все будем праздывать. Будем праздывать. Соберемся, мы и верующих будем, приглашаем. И так далее. Время летит незаметно. Оно просто улетает. Если вы мне скажете, что уже середина октября, вторая половина, я скажу, что мы вчера только помним, как встречали Новый год. Вчера мы встречали Новый год, вместе радовались, и говорили, планы строили на этот 2018 год. Хотелось что-то изменить, еще что-то сделать. Сегодня этот год заканчивается уже. Уже скоро мы будем, если Бог даст дожить, даст дожить в 2019 год. Настолько лукавые. Настолько время лукавых. Оно такое обманчивое. Есть такая притча, когда собрались слуги дьяволов, и они между собой разговаривали, как человека увести от Бога, как человека обмануть, как сделать так, чтобы человек... Это такая притча, она есть, вы, наверное, слышали, может, кто-то читал, есть видео, которое вы говорили, как сделать так, обмануть человека, чтобы он ушел от Бога. И один там вышел, и он там рассказывал, что надо человеку сказать, что Бога нет. Второе, что Бога нет, что Он не существует, обмануть человека, и тогда человек будет жить это... Это, ну, ему сказали, хорошая идея, но не очень. У человека заложено поиск Бога с самого рождения. Бог так заложил, потому что даже если ты будешь ему говорить, что Бога нет, то у него все равно он будет искать Бога. Второй вышел и сказал, держал слово, он сказал, что Бога надо сделать маленьким, и чтобы он стоял в углу. чтобы можно было вот ему там сказать что-то, это попросить у него, чтобы в углу над ним посмотреть, и сказал, в своем уме, кого ты того, ты поставишь в углу, ты думаешь вообще, что ты говоришь? Ну, он объяснил, да нет, сделать картину, сделать какой-то вырез, сделать что-то особенное, и пускай он там, это пускай они ему там молятся, вот где-то он в углу будет у них как статуэтка стоять, и вот это все. Он тоже говорит, хорошая, но ты подумай сам, все равно, люди понимают, смотрят вокруг, они понимают, что Бог есть. И вышел третий, или не слуга, и сказал, послушайте, давайте мы скажем, что Бог есть, и что человек обязательно, что он, да, однажды он придет на суд, что все это будет, что в Библии это правда, все нормально, но только давайте скажем им одно, что это будет завтра, а сегодня ты об этом не думай, сегодня ты просто наслаждайся жизнью. Они радовались от того, что это был самый гениальный план, который может, который повлияет на человечество. А вы знаете, это я первый раз услышал эту притчу, еще, наверное, лет 25 назад, а мне кажется, это по этой притче живет мир, вам не кажется? раньше телефонов не было, раньше только телевизоры появились, еще там какие-то развлечения, а я сегодня смотрю, у меня такое ощущение, что это план, кто-то вот открыл его вот так вот, и правда по этому плану живет жизнь. У нас сегодня помимо телевизора, у нас есть телефоны, у нас есть другие занятия, у нас есть какие-то спорт, у нас развлечения, у нас постоянно это, а насчет Христа, когда время, что я подумаю завтра, я завтра почитаю Библию, завтра обязательно уделю время своему ребенку, я завтра поговорю с женой, я следующее воскресенье схожу в церковь, я вот завтра обязательно что-то сделаю, бабушку через дорогу переведу, но это будет завтра. Друзья дорогие, апостол Павел пишет, братья и сестры в Орландах, смотрите, будьте очень внимательны, поступайте осторожно, не как неразумные люди, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни по лукаву, помолимся. Господь, дай нам сегодня быть мудрыми, мудрыми по отношению к времени, которое ты даешь. Благодарим тебя сегодня за эту огромную возможность, что у нас есть время, у нас есть время, Господь сегодня благоприятное, мы можем читать Слово Твое, мы можем получать мудрость, обогащаться им. Господь, мы благодарим тебя за то, что мы сегодня, Господь, можем помогать людям, которые находятся вокруг нас, мы можем свободно благовествовать о тебе рассказывать Евангелие. Господь, но дай нам понимать ценность этого времени, научи нас, так счастливые наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, и дай на этой неделе нам особо, Господь, размышлять о времени, потому что жатва есть, это кончина века, это подведение итогов, дай нам подводить итог своей жизни, благослови нас. Слава Тебе за все, за Слово Твое, за то, что Ты говоришь нам. Аминь. Аминь. Сейчас будем петь общим пением, совершим материал Государь. Рыбящий Господь, хвалай через Тебе за этот новый день, который подарил Вам на родной день, Господи. На Твои чудные благословения, через которых мы, Господи, получаем святые истины. И сейчас, Господи, благослови всех, которые посетили церковь, благослови расположив сердца, Господи, на еще дворочное служение на материале Господа, что благослови тех людей, кто будет принимать участие, и те, кому неоткуда пожертвуют. Слава Тебе за все, за все Сыне, и за все того. Аминь. 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 Слава Тебе за все, Все Иисусу отдаю я, Весь Ему предотвежу. Уплывание и смирение Ты лицом его хожу. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Иисус, Все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, Больше храм вам не создай. Благодатью и дубою Буквы сердце направляю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Иисус, Увидел, все я отдаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если кто-то еще не принял Иисуса Христову Как своего Господа и Спасителя, У вас есть такая возможность Отдать свою жизнь. Как было вот в этой гречи сказано, И дать возможность Богу Сделать вашу судьбу Такой, которой она должна быть. Вы можете это сделать всегда Во время собрания покаяться Или после собрания подойдите, Мы будем рады с вами вместе помолиться. Садитесь, пожалуйста. В первую очередь хочется поблагодарить Всех братьев и сестер, Которые вчера пришли Для того, чтобы навести порядок. И когда вы подошли к зданию, Наверное, подъехали, Вы вначале подумали, Мы не туда приехали, ошиблись. Вы потом посмотрев на GPS, На адрес, вы сказали, А, нет, мы здесь на том месте. Да, это вчера братья и сестры, Дорожа временем, Понимали, что время лукавое, Вот, его надо посвятить Обязательно на дело Божие. Вчера было много добровольцев И братьев и сестер, Которые трудились здесь. Так что слава Богу, Благодарим всех. Господь нас раз на сто крат Вам за то, что вы делаете. Объявление. На этой неделе, в четверг, Разбор Слова Божия В семь часов вечера. Приходите, пожалуйста, Мы вместе будем разбирать Иоанн или Атлуки, Двадцатую главу. Также объявление в пятницу. У нас радостное событие. Мы долго молились, Чтобы у нас открылась Еще одна домашняя группа. Еще одна домашняя группа. Слава Богу, где? Слава Богу, вы сейчас услышите? Так я же хочу, а тут заняты, что это. Это очень важное событие. Потому что братья и сестры Давно говорили, Ну как с ВСАЙ? С ВНДОМИР? Ездить сюда, то есть на ИСАЙ? Ну неудобно. Вот, и так далее. А сколько у нас три человека? А, неправда, неправда. У вас не три человека. У вас там большая, большая, Серьезная группа. И мы молились. И молились, и думали, А кто же там сможет? Кто начнет? Кто станет в проломе За этих братьев, сестер? И нашелся брат. Нашелся, он молился. И мы благодарны, Что Павел Палюк, Он изъявил желание, Не то, что изъявил желание, А дал согласие, Изъявил желание, Чтобы там совершать это служение, Проводить домашние группы. И пусть Господь благословит. Первая домашняя группа Будет проходить в эту пятницу. Где Павел? У кого-то? У меня. Павел, видите, сразу открывает. Это вообще настоящий лидер. Пусть Господь тебя полосит. Открывает двери своего дома И говорит, приходите в гости. Так вот, все, кто с Виндомир. А может, да? Я сейчас скажу, я сейчас скажу. В Виндомир кто? Это обязательно. В пятницу. И не только Виндомир. Виндомир. В Метро Вест. Кто еще там? Мне кажется, все желающие должны. Нет. В начале, в первую очередь, В Метро Вест, Виндомир. Там кто у нас? Это, Алтимонта, Вот там вот, которая поближе туда. Она туда, которая егла поближе туда. Вот там вот это. Кто там? Левее там получается. Абовка. Абовка. Прошу прощения, я думаю, не туда. Пожалуйста, друзья, дорогие, Обязательно. Это очень большая радость и молитвы. Мы переживали об этом. Я знаю, что у вас было желание. Давайте совместно, то есть, встречаться. Все, кто желает, Павел, Как приглашаешь всех, кто желает, тоже в гости? Абсолютно, да. Абсолютно всем. Вот, в семь часов вечера, да. И пусть Господь голосует, пожалуйста. Наша задача, это уже сегодня молиться. Молиться, чтобы Господь благословил. И я знаю, что если вы, братья и сестры, там объединитесь, Будет очень хорошая, веселая, радостная группа. И будет очень интересно. Также люди, приглашайте неверующих, людей, которые интересующиеся Богом, Или вообще еще может быть неверующих. Пусть Господь благословит. Но для вашего удобства, у вас там, вот, именно, группа будет проходить. И уже сразу записывайтесь, у кого следующего. Или ты все время у себя решила? Не, не, по очереди, да, может, все хорошо. Записывайте свои дома. Вот, ты уже к Павлу подойдешь, запишешься, это не здесь. Нет, просто Андрей, нам в том, что это и Кисиме от нас не так далеко. И Кисиме тоже присоединяем. Пожалуйста. Кисиме, конечно, молиться, чтобы там в будущем тоже началась группа. Мы молимся. И уже даже есть желающие в будущем ходить, но пока нет возможности. Вот, так что. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Нет, ну что ты, Михаил Иванович? Нет, ну и желающим нет возможности. Возможности, а возможности нет у человека, который станет в проломе. Ага. Боже мой. Потому что человек тоже, у Павел, это что-то... Кисиме желающий взял, открыл дом и берез, чтобы суть людей. А там вот, а там в проломе люди найдутся. Вера без дел, как там, помнишь? Вера без дел мертва. Вот именно. Желающие, но пока еще без дел желающие. На будущее. Так что. Ну сейчас смотри. Кисиме тоже. Скоро дома поприобрели уже сейчас. Попереедут, устроятся братья и сестры наши. И тогда начнется все, еще одна домашняя группа. Да, Геннадий? Пожалуйста. Хорошо. Друзья дорогие, и еще одно объявление. В следующее воскресенье, нет, есть воскресенье, идем по очереди. Это мы с четверга начали, пятница, суббота. У нас братский завтрак. Восемь часов утра здесь в церкви. Пожалуйста, приходите. Братья там, Николай говорил, нужны те, которые завтрак приготовят. Подойдите к Николаю, запишитесь. И в субботу, внимание, пожалуйста, после братского завтрака нужна помощь. Помощь здесь в церкви. Будет некоторый ремонт, который вы увидите в следующее воскресенье. Тут надо убрать, ну, некоторые тут перегородки договорились убрать, то есть немножко облагородить внутри зала. И второе, это надо будет украсить здесь вообще, то есть цену там, ну, надо будет помощь всех, кто желает. Хорошо? В субботу, давайте так, в десяти часам утра нормально? В десять часов утра встречаемся здесь. Кто может, приходите. Братья, вас надо, то есть, пожалуйста, как можно больше и братья, и сестры. Вам тоже украшать надо будет помощь и так далее. Пусть Бог благословит, пожалуйста. У кого есть возможность, это очень важно. В субботу, братья, с восьми часов, а в десять мы начнем работу. То есть, сестры, с десяти приходите сюда. Хорошо? И переходим к воскресенью. Вы записывайте, может быть. Потому что много информации. В воскресенье, а в следующий у нас праздник. Праздник жар. И с чем я вас сердечно уже заранее поздравляю. И хочется, чтобы этот праздник прошел очень хорошо, радостно, великолепно. Мы будем эту неделю молиться за это. Благодарить Господа за то, что Он нам дает. И самое главное, не забудьте на этой неделе открыть свой телефон. И у вас там есть знакомые. Есть такая, да? Есть. Знакомые. Особенно, которые в Орландо и вокруг Орландо живут. Есть там такие? Есть. Не забудьте отослать им сообщения, а лучше всего позвонить и пригласить на собрание. На праздник жатвы. У нас будет собрание, то есть с часа дня до трех, а потом у нас будет праздничный обед. Я вам всего не буду рассказывать, но будет так интересно. Так красиво. Такая интересная вообще программа все готовится. А для детей так вообще будет. Приоткрою занавесу. Такой будет батун здесь стоять красивый. Для них целый праздник будет здесь. Следующее воскресенье. Хорошо? То есть после собрания. После трех часов. Не во время сорок, а после трех. Так что, пожалуйста, братья и сестры, приглашайте всех друзей и знакомых и сами приходите в хорошем настроении. Договорились? Отдав взрослых. Пожалуйста. А? Для взрослых будет. Для взрослых будет. Я думаю, поле поставят волевольную сетку. И в футбольное поле настроят. Да? Все. Чтобы взрослые тоже время зря не теряли. Мы им другой батун. Скаталку каждому выберем. Ну что, друзья, пожалуйста, у кого есть объявление для церкви, вы скажите, мы будем молиться. Да, Ирина. Ну, веки нет. Она ушла в воскресную школу. Наверное, сестры нужно остаться и поговорить о победе. Поэтому здесь или там в зале не останемся. Здесь или в зале там? В столовой. Давайте здесь тогда оставим. Хорошо. Здесь то собрание сразу оставьте. Через пять минут, сестры. Я забыл о большом еще сегодня важном событии. В четыре часа. А то я посмотрел на Андрея по центру. Что-то я забыл. Он так грозно смотрит на меня. В четыре часа. Я жду. Вторая часть, это была чисто от меня привалка, sorry. Он всегда, вы знаете, с улыбкой смотрит. В четыре часа мы сегодня здесь встречаемся, чтобы нам учиться правильно распоряжаться Божьими деньгами. Так? Правильно сказал или где-то ошибся? Правильно. Правильно. Все. Хорошо. Да, Юля. Сегодня мы ехали в церковь и звонил Женя друг Алексей. Он приходит иногда в церковь, когда приезжает с рейсом. И он попросил, чтобы мы помолились за его папу, его то, что зовут Алексея. И у него в четверг в этот будет собеседование с консулом, чтобы приехать сюда в визу, чтобы Господь устроил все по своей воле. Хорошо будет молиться. Да. Я хотел бы попросить помолиться за моего друга, который живет в России, в Сочи. И это тот человек, который первый раз перевез меня в церковь. Вот. Я прошу помолиться за его семью, за отношения между женой и мужем. Они оба ходят в церковь, но, как говорится, в грозе. Чтобы та полоса, которая сейчас прошла между ними, да, чтобы это все разрешилось, чтобы они мирно опять стали вместе сосуществовать в семье. Вот за это восстановление. Служить друг другу. Да, ну, служить друг другу, да, потому что их отношения просто между собой испортились. Ну, вина обои, можно вот так сказать, чтобы оба они, как говорится, вот, очистились и покаялись еще раз. Чтобы восстановилось отношения с Богом. Хорошо. Будем молиться. Зовут его Сергей Айон. Ее Ирина. Хочу выразить благодарность как от самого себя, так от моего друга Петра, который руководит репцентром в Харкове, для которого наша церковь жертвовала жертвования. Он хотел через меня выразить благодарность. Сколько собрали ты на той день? Ну, Иосиф сказал 925, да? Это очень приличная сумма, поэтому большая вам благодарность за то, что вы жертвуете не только для репцентра, но и для господа. Слава Богу. Спасибо. Ваши слава Богу. У нас не все могут быть, кто на скайпе будет, кто на траке ездит, два человека, и три человека мы собираемся. Так что, пожалуйста, молитесь тоже об этом, чтобы Господь благословил правильного людям увидеть Евангелие, открылось, чтобы Евангелие. И будем также молиться за эту нужду. Помолимся. Благодарим и славим Тебя, наш Небесный Отец, за то, что Ты даешь нам это время.